Друзья, всех приветствую! Сегодня специально для фабрики новын Абаз Галямов. Будем обсуждать события последних дней и последних часов. Здравствуйте, Абаз! Здравствуйте! Ну вот, начну с главной, наверное, новости, которая связана с вами. Вы на некоторых каналах уже давали интервью и обсуждали следующую ситуацию, что на следующей неделе Путин может объявить преемника и на него возложить ответственность за войну. И это будет... Нет, 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 не совсем так. Я сказал, что может быть на следующей неделе, но, скорее всего, позже. Я сказал, что это будет сделано в тот момент, когда Путин почувствует, что предстоящее российское наступление захлебывается. Понимаете, до сих пор же непонятно. То, что мы видим сейчас по солидарным Бахмутам, это и есть то самое анонсировавшееся российское наступление, о котором говорили эксперты? Или это все-таки только подготовка, а наступление еще впереди? Есть и такая версия. Но у меня, собственно, версии в этой части нет, потому что я не являюсь военным экспертом. Я же политолог, политтехнолог. Поэтому, вот, глядя на политическую составляющую процесса, я говорю, что вот в момент, когда это наступление еще не потерпит решительную неудачу, но когда оно начнет захлебываться, Путин это почувствует, вот тогда будет момент, когда ему нужно будет провернуть вот то, о чем вы сказали. А в следующей неделе совершенно не факт. И даже, скорее всего, не на следующей неделе. А почему Медведев, с вашей точки зрения, будет избран для этой роли? Когда я пришел к выводу о том, что Путину будет нужен вот этот маневр с новым премьером-преемником, я стал думать, кого он может туда поставить, проанализировал, представил, просто вообразил, что он уже принял это решение, что он будет это делать. И стал смотреть на последние события в российской политике, пытаясь понять, вот на кого эти события указывают. Я увидел резкое усиление Медведева, аппаратное усиление Медведева. Значит, в конце декабря Путин ввел его в военно-промышленную комиссию в качестве первого зама, причем председателем комиссии является сам Путин. Эта комиссия занимается Рособоронзаказом. Значит, там развернулась нешуточная борьба между Медведевым и Мишустиным. Вот Медведева, если не ошибаюсь, плюс-минус день, так вот где-то 25 или 26 декабря Путин подписал обведение его туда. Создание, специально поднял должность создали первого зама, зам преда комиссии раньше такой должности не было. Прописали в положении серьезные полномочия, в положении его комиссии прописали полномочия для под Медведева специально. И буквально через 4-5 дней, где-то в районе 30 декабря, прям под Новый год, Мишустин нанес ответный удар, он уволил. Знаете, эта комиссия очень интересная штука, она такой парадокс бюрократический. Она президентская комиссия и возглавляет лично президент. Но при этом ее аппаратным обеспечением занимается правительство. Там есть специально выделенный человек, который руководит аппаратом этой комиссии. У него статус замруководителя аппарата правительства. Ну, то есть, это очень приличный статус. И там на протяжении долгих лет сидел профессионал в этой области Игорь Боровков. Он, значит, много лет там работал в этой сфере, в этой комиссии, аппаратом этой комиссии руководил, все материалы готовил. Значит, он сработался с Медведевым, когда Медведев был премьером. То есть, Медведеву легко было на него опереться. Три года Мишустина Боровков устраивал. Мишустин премьер уже три года. И три года Боровкова он не трогал. И тут вдруг, через буквально несколько дней после того, как в комиссию приходит Медведев, Мишустин увольняет Боровкова. И ставит на его место абсолютно своего человека, лояльного человека, который пришел за Мишустиным из ФНС. Когда посмотрел его биографию, он советником Мишустина в налоговой службе был, Богдан Стёшкин. И, значит, ну это такой очевидный недружественный шаг по отношению к Медведеву. То есть, в качестве главного исполнителя, на который вынужден полагаться Медведев, Путин убрал человека, на которого Медведев реально мог полагаться, и заменил его своим человеком, на которого Медведев, очевидно, полагаться не может. Надо понимать, что между Медведевым и Мишустиным отношения такие, ну, довольно натянутые, мягкие. Но это внутри видовая борьба у вас. А вот почему Путин... А я не говорю... Ну, да, я не говорю, что это, знаете, война между видами. Вы спросили меня, почему Медведев? Я говорю о том, что Медведев резко усилился. Путин почему-то позволяет ему делать вот это, заходить на поляну правительства. Медведев, вот, продолжение вот этой темы, он совершает обходной маневр, он создает рабочую группу в рамках комиссии, проводят три заседания этой рабочей группы за январь-начало февраля. Это очень продуктивная работа. Если вы почитаете стенограммы, они там висят частичные, на сайте Совбеза России, вы увидите, что он там рвет и мечет. Прям-таки, знаете, он угрожает тюрьмой директорам предприятий за срыв сроков, значит, прям так и говорит, что время, извините, такое непростое. Мы приняли несколько новых, внесли изменения в уголовный кодекс. Вот вам статья 1, 2, 3, там, перечисляет несколько статей, значит, по которым мы вынуждены будем вас привлечь, если вы будете срывать оборонзаказ, если вы не будете успевать под сроком. Вот. То есть он ведет себя как хозяин российской экономики, по сути. Путин почему-то позволил ему это сделать. Медведев, я говорю, подметки рвет. Вот, коротко, я пытаюсь, на самом деле, я могу долго рассказывать об этом, я пытаюсь это ужать, значит, отвечая на ваш вопрос, почему я считаю, что это Медведев. Больше никто так аппаратно за последнее время не усилился. Зачем-то это Путину понадобилось. Я это воспринял как косвенное подтверждение того, что если Путин от маневра совершит, то, скорее всего, он совершит его с Медведевым. Может быть, сейчас кто-то другой начнет усиливаться, посмотрим. Если да, я первый об этом сообщу. Но пока это выглядит как Медведи. Я вас так подробно спрашиваю об этом, потому что многие эксперты говорили о том, что Медведева пали многие годы, что, ну вот, даже буквально недавно Белковский говорит, да кто такой Медведева, его вообще нету на самом деле. Поэтому вот ваша точка зрения, она интересна в этом смысле. Путин очень любит, понимаете, Путин профессионально занимается дезинформациями. Это не просто политик. Любой политик может обмануть, но специально создавать целые проекты, принимать серьезные решения просто ради того, чтобы обманывать людей, клепать им, извините за выражение мозги, обычный политик не будет. Ну окей, там догадались люди о моих реальных намерениях, бог с ним. Для Путина, он же спецслужбист, он так и не стал политиком, он остался спецслужбистом по своему роду деятельности. А для спецслужбиста, если кто-то догадался об его истинных намерениях, это уже провал операции, понимаете? Потому что среди тех, кто догадался об истинных намерениях, твоих истинных намерениях, может оказаться враг. Поэтому никто не должен догадываться. И Путин будет проводить специальные операции по дезинформации, по созданию ложных мишеней, для того, чтобы до последнего никто ничего не понимал. Как это было с назначением Медведева в качестве преемника в 2008 году? На протяжении целого года Путин поднимал Сергея Иванова. Использовал своего ближайшего соратника, старого друга. Цинично использовал в качестве такого чучела, знаете, с помощью которого он просто дезинформировал общественность, по сути. Понимаете? Поэтому тот факт, что Медведев на какое-то время оказался не удел, в другом случае, в случае с другими политиками, не Путин, действительно, можно было бы рассматривать как доказательство того, что все, Медведев уже не вернется. В случае с Путиным этого исключать нельзя. Он нередко делал такие вещи. Перед назначением, допустим, Фродкова, премьер-министра, он тоже сослал там куда-то, несколько лет его вообще не было видно, а потом раз, откуда-то вытащил там и назначил. Зубкова, когда он премьером назначал, тоже его откуда-то там из безвестности вытащил, поставил. В общем, вот то, о чем сказал Куковский, конечно, я это тоже имею в виду. Я и сам долго издевался над Медведевым. Но это не может служить как такое стопроцентное доказательство того, что все, Медведев невозможен. Понимаете? Сейчас хэштег вернемся к нашим баранам. Я имею в виду Суркова. Ну, то есть, знаете, уже давно не вытаскивали из старого сундука вот эти разговоры про минские договоренности, но вдруг ни с того ни с сего вышел Суркова от кого-то из занавески и заявил, что не для того они писали, чтобы их выполнять. Да и Меркель, бы сказали, в таком же духе, что там минские соглашения там писались только для того, чтобы дать Украине собраться силами. Понятно, что там никто не собирался их выполнять и так далее, и они были невозможны. Она не говорила, не собиралась, она сказала, что их было трудно выполнить, но нужно было передышку. Почему вдруг заговорили сразу несколько разных людей о минских договоренностях, которые, казалось бы, уже не имеют никакого значения, но какая уже разница, были, не были. Идет такая жестокая война, и, собственно говоря, непонятно, чем она закончится, и какая разница. Почему вдруг об этом заговорили? Если в этом смысл, это просто, как иногда бывает, знаете, иногда бананом-то бананом, просто случайность. Сурков очень хитрый игрок, и какие цели он преследует, вот сходу просчитать не всегда получается. Он может совсем, знаете, там, в обход идти, значит, ну, то есть, не игрок такого одного шага, он способен выстраивать сложные комбинации, поэтому, что он имел ввиду, когда сказал то, что он сказал, потому что, по сути, ведь он нанес такой зубодоропительный удар по российской пропаганде. Он, он ведь, по сути, сказал, вот до этого российская пропаганда активно попыталась на этом высказывании, не совсем удачно сформулированном высказывании, Меркель. А, смотрите, Запад хотел нас обмануть, значит, они на самом деле и не собирались выполнять эти минские договоренности, они нас разводили, какие они циники и обманщики, как мы можем вообще там на них положиться, то есть, когда мы враждуем Западом, мы правы, они вот такие плохие, они нас обманывали. И тут Сурков говорит, а мы вообще-то тоже не собирались этого ничего выполнить, да, то есть, в этом смысле, а что тогда нам обижаться на Меркель, да, поэтому, что он имел ввиду, я пока не берусь утверждать, но вот в свете того, о чем мы говорили с вами до, в свете темы Медведева, как его потенциального усиления, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что именно Сурков является главным политтехнологом, долгое время являлся главным политтехнологом Медведева. За что, на чем погорел Сурков? На том, что он слишком тесно прижался к Медведеву в годы его президентства и сделал на него в какой-то момент ставку, и после того, как Путин убрал Суркова в должности главного своего политтехнолога, убрал его из Кремля, где всплыл Сурков? Он всплыл у Медведева, руководителем аппарата правительства, и все остальные друзья, Путин, в частности Бастрыкин, пытались прямо уничтолить Суркова. Медведев не отдал его на съедение. И вот я рассказывал о том, как усилился Медведев, а тут еще вы сами сказали об этом еще и Сурков всплыл. Я не утверждаю, что они уже сейчас скоординированно как-то играют. Просто одного высказывания недостаточно для того, чтобы что-то утверждать. Особенно в случае с Сурковым, мастером вот этого тумана какого-то. Но тем не менее факт и Сурков возродился в тот самый момент, когда Медведев стал резко усиливаться. Интересно итоги Мюрхенской конференции в таком пролонгированном состоянии. У нас почему-то эхо появилось. Ну не знаю, я вас слышу, нормально. Мне это не мешает. Да. Вот Запад конкретно заявил, генерал Милли и Ноланд заявили о том, что просто сформировали такую сформированную рамку, что оружие дальнобойное будет дано, если нужно будет, будем поддерживать столько, сколько надо, ну и так далее. Я не буду пересказывать то, что все знают. Вопрос в другом. Некоторые опять же эксперты считают, что эскалация может Путина только разъярить. На самом деле, насколько я видела до сих пор, когда вступал в НАТО Финляндия и Швеция, когда там еще были какие-то... Он сидел тихо, как мышь под веником, когда там в зерновую сделку на него топнул Эрдоган. Ну то есть фактически, как вы считаете, если будет Запад усиливать поддержку именно оружейную, будет ли Путина это толкать к эскалации или это будет все-таки его толкать в угол? Политика штука не всегда линейная и в данном случае будет происходить одновременно обе истории. То есть это будет толкать его к эскалации, но если он внутренне к эскалации окажется не готов, то он, как вы говорите, под лапку залезет. Вот в случае с Швецией и Финляндией он оказался не готов к эскалации. И действительно, помню, когда все весь остальной российские политические классы, не получая по этому поводу четкую установку из Кремля, рвал на себе тельняшки и кричал, что мы сейчас сразу след за Украиной и их еще победим. Первым, кто охлонил эту публику был Песков. Он сказал, а мы не видим в этом экзенциальную угрозу. Конечно, это недружественный шаг, но на самом деле ничего принципиально это не меняет. То есть, он попытался сбить накал дискуссии в этой части Песков, официальный человек, имеющий право официально говорить от имени Путина. поэтому Путин это человек, который уважает силу, который уважает только силу. И в этом смысле усиление давления на него, в том числе и посредством того, о чем вы сказали, это стратегия, наверное, это единственная возможная стратегия, с помощью которой можно попытаться принудить его к прекращению войны. Вопросы Пригожни, но перед этим хочу спросить вас, помните вы старый анекдот про Герасима и Муму, когда она всплыла и сказала на чистейшем русском языке за что? Это в Украине любимый анекдот, но суть не в этом. Суть в том, что с Пригожиным-то за что? За что его лишили права набирать зэков? За что они от телевидения? Такое ощущение, что его постепенно будут лишать, срывать с него погоны и награды потихоньку. Короче, Мавр сделал дело, Мавр должен уйти. Почему именно сейчас и почему должен уйти? Ведь всегда говорили, Путин понятийный чувак, он никогда не забывает когда-нибудь кто-то сделал что-то хорошее, поддержал его в трудную минуту. А тут Лысого начинают как бы бомбить, не дают ему снаряды, не дают ему так сказать какие-то другие коврижки и так далее. Или это опять же какая-то как вы говорите туман? Нет. Нет? Нет. В данном случае все более менее прочитываемо, более менее очевидно. Единственное, что я не стал бы утверждать, что звезда Пригожина навсегда закатилась. Если все-таки понимаете, он до сих пор являлся единственной альтернативой российской армии. И если Путин в ней в очередной раз разочаруется, а в этот момент Пригожин со своим Вагнером покажет какие-то там чудеса эффективности, Путин снова сделает ставку на Пригожина и у Пригожина опять все будет хорошо до какого-то момента. Просто пока Путин увидел, что от Пригожина проблем больше, чем пользы. То есть в военном смысле слова он тебя не оправдал. Ну не было каких-то прорывов. Ну да, воюет вроде старается, но толк то. А проблем он по ходу дела до черта создает своими политическими амбициями, своей риторикой. Я неоднократно говорил, я удивлялся, как вообще Путин не понимает, что Пригожин по сути разрушает то, что Путин создавал на протяжении четверти века. Он разрушает иерархию, он разрушает госаппарат. Путин, который фетишизировал власть, аппарат, государство. Все это Пригожин разрушает. И все это держится на принципе подчинение, безусловно, подчинение не застоящего вышестоящему. Все в рамках иерархии. Там нет места ничему, кроме вертикальных иерархических отношений. А тут вдруг появляется какой-то перец со стороны, лысый уголовник, и начинает их хвост и гриву иметь всю политическую элиту страны. От Герасима до Медведева до Кремля на кремлежные части. Роняя их авторитет в глазах их подчиненных. То есть после этого подчиненные, насмотревшись на то, что их начальство, которое они привыкли бояться и уважать, оказывается совсем не такое крутое. Пригожин их чехвостят, а они утираются, а Пригожин вообще-то путинский человек, вообще непонятно, может быть нашего завтра уже и снимут раз такое дело. Все же воспринимали вот это Пригожинские эскопады, как доказательство того, что звезда тех людей, на кого он наезжает, закатывается. И понятно, исполнительская дисциплина в этих структурах, а это Кремль, армия, ну секундочку, вообще-то это все, на чем путинское государство держится, значит, исполнительская дисциплина начинает страдать, исчезает принцип, значит, ты начальник, я дурак, значит, вовсе не обязательно оказывается тут же услышать и дал команду от начальника бежать при прыжку исполнять его поручение, потому что непонятно надолго ли этот начальник и вообще силен ли он, особенно потому, что делает Пригожин, а Пригожин напрямую от Путина, так может быть и вовсе не так силен, да, и в общем, и вот из месяца в месяц Пригожин это творил, значит, он разрушал само ощущение стабильности, понимаете, за что всегда ценили Путина и в элитах, и в народе, за то, что он стабилен, да, скучновато, да, все поднадоело уже, но, в принципе, ты понимаешь, у тебя предсказуемое будущее, ты примерно понимаешь, что если ты соблюдаешь правила игры, то, значит, и завтра будет то же самое, что сегодня, и послезавтра будет то же самое, что сегодня, и через неделю, и через месяц, и через год, вот было четкое понимание того, что будущее стабильное, и вдруг это все в тартарараре опрокинуто в значительной степени усилиями Пригожина, когда он, разнакиевая кувалой, начинает угрожать руководить председателю, там, Кремлю самому, на котором вообще все держится, да, оскорблять председателя правящей партии Единой России Медведева, да, значит, ну, какая же тут стабильность, какое тут предсказуемое будущее, то есть уголовник разговаривает от имени государства, да, это же, ну, этого же не должно быть, это же неправильно, и, и значит, это долго не продержится, это значит, что это какие-то последние времена настали, понимаете, вот у всех, у деятельных Пригожина вызывало такое ощущение, что все, какой-то грядет конец света, да, и, ну, я удивлял, как Путин это терпит вообще, ну, и, видимо, в какой-то момент кто-то, я думаю, Кириенко его убедил, значит, и не зря Пригожин, собственно говоря, значит, наезжал на Кремль, значит, я думаю, он понимал, что Кириенко источник его проблем, видимо, Кириенко его, Путин, убедил, что, ну, это слишком, значит, контрпродуктивно для самого Путина, то есть, шерсти много, а визг много, ой, шерсти мало, а визг много получилось, да, то есть, военных успехов Пригожин каких-то там не демонстрирует, крыши, и поэтому его начали отсекать, плюс, к тому же, он же, и Зайков, реально напугал очень сильно вот этим своим демонстрациям там беспределы своего абсолютного, вот эти казни с кувалдами и так далее, и... Тут интересно, тут знаете, что... И Зайки, сейчас я закончу, и Зайки уже не... Они боялись просто Пригожину идти, то есть, он по разу по тюрьмам проехался, сколько мог, набрал, и все, и больше не может, и тут Путин просто принял решение пустить туда, вот убрать злого следователя, и пустить Доброго Минобороны, и Зайки, напомню, Пригожина, беспредельщика, Минобороны уже воспринимают как, ну, государственная структура, по крайней мере, да, не какой-то частник там, у которого там, ну, свои понятия, да, эти ребята, хоть и тоже, конечно, беспредельщики, в общем-то, но, тем не менее, не настолько, чтобы они кувалдами людям голову разбивали на камеру и гордились этим, и разговаривали на пене уголовной, но вроде такого нет, да, и Зайки снова пошли к Минобороны, да, это вот частность, то есть, до этого я написал общую картину, такую общеполитическую, да, и это частность, которая, ну, вот они все сложились, эти вещи, да, и здесь он мешает, и здесь уже себя исчерпал, и на фронте побед нет, ну, и все это вместе суммировалось, и начали его потихонечку подопускать, и он теперь ребрендинг злокеев, пытается изобразить из себя, значит, слуга царю, отец-солдат, 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 тут интересен сам Пригорин, смотрите, есть как бы много, многолетний такой бизнесмен, очень хитрый, такой яга в поварском колпаке, который сумел, ну, не такой же он идиот, раз он сумел добраться еще в далекие годы до того, чтобы обслуживать ужин с Бушем и прочее, прочее, по каким-то постсоветским меркам, это была серьезная карьера для бизнесмена, у него были свои алмазы в Центральной Африке, свои там ОПГ, которые его обслуживали, которые он называл ЧВК, и вдруг он полез на войну, мог ли его кто-то спровоцировать из окружения Путина, вот, ты покажешь, какой ты крутой, как ты предан, если ты вдруг поучаствуешь в этой войне, или это была его личная инициатива? Знаете, мне кажется, Пригорин в достаточной степени амбициозный человек, он сам почувствовал, что вот здесь он сейчас может подняться на уровень выше, судя по тому, как он себя вел, конфликтуя со всеми подряд, этот человек долгое время считал, что он достоин большего, и вот у него это вырвало, вот, и прислуживая всем этим ребятам, значит, работая не в клоуном, ну, в общем, он мечтал о другом, и тут он почувствовал, что вот у него шанс появился, и он воспользовался этим шансом, ну, ему показалось, что он ухватил Бога за бороду, и, конечно, он спровоцировал гораздо больше конфликтов, чем было нужно, и, ну, и в итоге, вот, эти конфликты, в конце концов, со всеми буквально членами системы, они его, ну, окончательно маркетинализовали, вот, если бы он поаккуратнее был, я думаю, он бы не столкнулся вот с той проблемой, о которой, вот, мы сейчас говорим. Тут вспомнил на днях, не знаю, трезвый или пьяный медведев, такую уже кринжовую цитату про клоунов и пидорасов, вот, и хочется спросить в связи с Лукашенко, во-первых, философский вопрос, возможен ли переход из одной касты в другую, скажем, из клоунов пидорасов, как он вот мечтает, это же совершенно видно, и в каком сейчас статусе находится при Путине, потому что иногда он прям несет, ну, не хуже, чем медведев, мы тут приглашаем сюда Байдена, он, я уговорю Путина, чтобы он приехал на встречу, ну, и так далее, и прочую хрень. Лукашенко очень циничный человек, слова которого вообще ничего не стоят, то есть, это человек, который вообще, вот, будет тебе в лицо смотреть, говорить, какой-нибудь ересь, потому что он хочет тебя обмануть. Лукашенко цинично использует Путина уже много лет, если бы не Путин, Лукашенко давно потерял власть, но, во всяком случае, в 2000 году уже точно бы ее потерял, его бы собственные военные церкви на фоне протестов, вот, они побоялись Путина, ну, с Путиным сразу же столько, и Лукашенко, ну, за все вот это, вроде, идеи никому дают постоянно, да, за все же это надо расплачиваться, а Путин хочет, чтобы Лукашенко воевал напал на Украину, Лукашенко не дурак и не хочет ввязываться в чужую войну, к тому же в чужую войну, которая проиграна практически, да, ну, чем-то надо отплатить Путину, чтобы, ну, Путин продолжал, продолжать доить Путина, вот, ну, как корову поглаживают по голове, Лукашенко, это вот эти слова, вот он произносит всякие речи периодически, время от времени, которые, так сказать, российская пропаганда с удовольствием тиражирует, и вроде как, вот, Владимир Владимирович, ну, ты же не можешь сказать, что это, совсем не помогая, да, там, воевать с Украиной я не рискую, боюсь, что моя армия восстанет, а вот, значит, все остальное, политически, там, я тебя поддерживаю, смотри, я вот очередное заявление сделал, поэтому, и тут же, протянутой рукой опять идет, понимаете, поэтому, вот, я на риторику Лукашенко предлагаю вообще не обращать никакого особого внимания, это человек, который, ну, он же, слушайте, ну, то у власти дочь Путина, за этих лет уже было более чем достаточно, чтобы убедиться, что это слова человека, которые за слова, ну, вообще не отвечают. Я читала один из ваших постов, и вы очень интересно, так сказать, интерпретируете опрос Левада-центра, они, они утверждают, что больше половины, вот на эту минуту, да, потому что всегда интересно, как меняется российское общество, одно дело, путинские бабушки, которые выступают и поют идиотские песни, не знаю, кто там их заряжает деньгами, Гарри Карламова или кто-то другой, вот, но, другое дело, что происходит на самом деле, когда там уже больше 100 тысяч гробов приехало в Россию, да, там в черных мешках, но вот вы говорите неожиданно, казалось бы, поддержка должна падать, вы говорите, что нет, поддержка не падает, потому что часть, которая была, которая там менжевалась на уровне, там, мы в политике не участвуем, нам похер вообще, война или не война, вдруг стали поддерживать Путина, почему вы так считаете, Аббас? Почему я так считаю? Да. Это на уровне интуиции, или это вот какие-то... Ну, это почти на уровне интуиции, дело в том, что социологии в репрессивном обществе доверять очень сложно, ну, какие-то очень косвенные признаки есть, вот много косвенных признаков, которые суммируются в то, что мы там назвали с вами сейчас на уровне интуиции. Нет, это не просто интуиция, я вообще человек рациональный, есть политехнологии, которые доверяют интуиции очень сильно, и она у них действительно сильная, я знаю таких. Вот, я не такой интуитивист, это все-таки вот просто обрывки реальности. я где-то в своих постах на самом деле об этом писал, просто сейчас я долго, ну, если я начал рассказывать, это получит точно дольше и скучнее, чем вот то, что я вначале рассказывал, почему я считаю, что Медведев будет приемником, да, вас это тоже утомило. Значит, поэтому я просто скажу, что значит, эти люди действительно политизировались, они почувствовали, что происходит что-то такое, ну, чего раньше на их веку вообще такого никогда не происходило, что политика вдруг обрела совершенно другое качество, она такая стала, ну, на кону все вообще, экзистенциальное, ну, то есть война, да, это же драматическая вещь, это реально кровь, реальные смерти, и да, и они заинтересовались политикой, а в силу того, что эта публика низкокачественная, это люди, живущие в глубинке, это люди без высшего образования, люди с невысоким уровнем доходов, люди, которые, поскольку никакой политикой не интересовались вообще общественными делами, ну, жили исключительно своими частными жизнями, у них нет навыков критического анализа информации, у них нет навыков поиска альтернативных источников информации, сравнения такого, да, ну, то есть такие базовые вещи, которые должен делать любой человек интересующийся политикой, они их делать не умеют, поэтому они просто приведутся к ближайшему источнику, а этот источник естественно госпропаганда оказался, и вот эти люди, их в целом, ну, я так грубо говорю, 25%, ну, можно сказать, от 25 идти, идти надо до 30, потому что, ну, это же не такой не четкий водораздел такой, здесь все интересуются политикой, а здесь все не интересуются политикой, на самом деле это такая длящаяся история, то есть, ну, кто-то чуть больше не интересуется, кто-то чуть меньше не интересуется, кто-то вообще не интересуется, а кто-то, в принципе, иногда может, там, да, вот, короче, вот это 25-30 условных процентов, не все они, конечно, но их большая часть, Четыре пятых, может быть, пять-шестых. Но вот тут как раз я за цифры... Я примерно представляю, что произошло с этой группой, но за точные цифры, конечно, я говорить с ними не могу. Вот они политизировались, и они создали как раз ощущение... Вот они стали букву Z на свои машинки клеить в начале войны. Сейчас, говорят, поменьше буквы Z стало. О, намного меньше. А это как раз происходит геополитизация этого лагеря. Поскольку они в целом не привыкли политикой интересоваться, это такой очень эмоциональный всплеск был, да, но эмоции же долго не держатся, вот. А ценностных оснований там как таковых каких-то нету. К тому же у них, понимаете, уровень жизни в стране падает, а это бедные люди. Им выживать надо, им не до этого, да. И поэтому они поначалу эти эмоции выплеснули, да, и буквы Z, и там, и подсети полезли, что-то там перепащивать стали. Ну вот создали ощущение динамики в ту сторону, в сторону государства. Вот. А теперь они деполитизируются, просто возвращаются к своим, так сказать, баранам, к своей повседневной жизни. То есть они разочаровались в войне. Это те люди, которые уважают силу. Силы российской армии не продемонстрировала в Украине, мягко скажем. И поэтому вот они создали сейчас обратную динамику, ощущение поддержки, теряющейся поддержки власти. На самом деле я не говорил, что у Путина нет большинства. Все-таки с помощью войны он большинство сформировал. Я говорил всегда, что, конечно, вот те цифры, которые рисуют, значит, все эти псомы и так далее, поддержки войны, типа там, за 70 процентов, ну, нет, это не так, это ерунда. Там даже 60 нет. Ну, вот окей, 55-60 изначально было. И вот изначально сформировались, вот с моей точки зрения, две группы, вот эти 55-60, ну, наверное, в какой-то момент ближе к 60 людей за войну, и где-то треть, которая против войны. И большая часть этих людей, заняв однажды эту позицию, они пока ее не изменили. Конечно, вот за счет выпадения вот этих аполитичных группы поддержки войны уменьшается. Сейчас уже точно там 60 нет, сейчас ближе к 55, может, даже чуть ниже. Группа антивоенная подросла, я думаю, 35 точно железные есть. Значит, в целом, но самый главный процесс, который сейчас происходит, это вот он пока в цифрах не очень выражается. Люди, повторюсь, ну, они однажды заняв какую-то позицию, они, на самом деле, не очень любят ее менять. Меняются временем, но, значит, обычно смена происходит через период деполитизации. То есть в какой-то момент разочаровавшись, заняв, условно говоря, провластную позицию, они потом разочаровываются и на какое-то время перестают вообще просто интересоваться политикой, а потом проходит какое-то время, полгода, год, там, полтора-два, и они, знаете, как у Бродского, как там в Сирии мы постом или где, там, неужели до сих пор еще воюем? Вот, они как бы приподнимают голову от своего быта, смотрят по сторонам и говорят, господи, а что, война еще не закончилась, еще продолжается, а что мы так долго там? И вот тут уже начинается изменение с точки зрения своей, да, но не сразу, не то, что сегодня я за войну, а завтра какое-то событие произошло, и я говорю, я против войны. Такие тоже есть, но их меньшинство. Вот, поэтому в целом группа поддержки войны, она в количественных параметрах потеряла не так много, она по-прежнему, арифметически большинство все-таки, я думаю, они как бы за войну, но это не искренняя поддержка войны такая, это такая конъюнтурная соглашательская позиция. Искренне войну поддерживают не больше трети, значит, а по-настоящему вот с ее ужасами, зверствами, так сказать, да, поддерживают, ну процентов, ну окей, там, может не 10, ну 15-17, там, не больше. Вот, все остальные тоже такие конъюнтурные поддерживатели. Вот, значит, самый главный процесс, который сейчас происходит, повторюсь, он в количественных параметрах не выразит, ну, вернее, изменений не выразит пока, да, но происходит эрозия вот качества, то есть люди теряют надежду, они уже начинают мечтать о мире. Число людей, которые говорят не за немедленный переход к мирным переговорам, значит, если в сентябре они были примерно то на то, примерно поровну было сторонников мирных переговоров и сторонников войны до победного конца, то в октябре, значит, число людей, которые сказали Львайя Центру, мы за мирные переговоры взлетело почти до 60, а число людей, которые сказали, мы за войну до победного конца, упало почти до 30, меньше 35, там, 33, что ли, 34 было где-то, так, по-моему, 35. По крайней мере, я вас, я вижу, что, знаете, мы же часто обсуждали, что у Путина, судя по тому, как он там тасует генералов, не особо длинная скамейка запасных, ему некого назначать. Вот я смотрю, что среди пропагандистов не особо много желающих там даже за большие деньги делать то, что делает Соловьёв, Симоньян и прочее, потому что, ну вот я смотрю, если Корчевников к ним присоединился, ну такой, знаете, человек, который там возглавляет канал Спасы, который всю жизнь занимался тем, что спрашивал у возрастных дамочек, как им с бриллиантами или без бриллиантов вообще в каких-то своих дурацких программах, вдруг стал таким яростным пропагандистом и обсуждает с Симоньян о том, как плохо живется американцам. Они ведомые, они ужасные, эта страна разваливается и так далее. Таким, у него такой плаксивый голосок тоненький, знаете, и выглядит это довольно смешно. Поэтому, видимо, там, скажем, армия пропагандистов не может пополниться вообще никем, потому что... Медведчуков, Медведчуков, он пополнил. Вот, кстати, да, еще одна интересная, так сказать, деталь современного политического шизофренического ландшафта. Зачем? Мы в Украине были уверены, что Медведчука где-нибудь расстреляют в этих самых казематах, когда его забрали, потому что денег было, так сказать, много своровано и прочее, прочее. Считали, что Путин такой непростит. И вдруг опять, и снова здравствуйте, знаете, как в дурном анекдоте. Почему вдруг Путин решил опять, как у нас в Украине говорят, наша песня горна нова, починаем мы из нового? Я думаю, что деньги-то он вернул, во-первых. Все украденные. Все украденные. И поэтому решили пока не убивать. А потом, ну, у них реально же проблема, вы правильно сказали, проблема с лицами новыми. Да, а тут вот, ну, на безрыбье, ирак рыба. Подавляюще большинство россиян же Медведчука не знают. И поэтому они решили, что, ну, раз нет нормальных новых лиц, давайте хотя бы из Медведчука новое лицо изобразим. И выпустили его. Вот и все. Абсолютно утилитарно. Пусть хотя бы в этом качестве послужат, значит, споршивые опсы, хоть шерстик пок. Спасибо большое. Спасибо за поддержку Украины. До следующей встречи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok